Так это ваши продукты там в избушке? Крупа что ли? Ну мои! Слушайте, Николай Дмитриевич, так вы здесь не первый раз, значит можно выбраться отсюда. Олег в окружении пассажиров вертолёта, потерпевшего аварию, стоял напротив пришельца и всё ещё не мог поверить, что выйти отсюда до самой осени невозможно. Ты скажи, кто будешь? Как тебя звать-то? Спросил старик. Пилот вертолёта Лященко Олег Иванович. А это наш второй пилот, Виктор Петрович. Руку он повредил, посадка была жестковатая. Понял я. Пришелец оглядел всех, собираясь с мыслями. Пойми ты, мил человек, река там дальше, полдня до неё пёхом телепаться. Вскрылась она, ледоход. Так вот, если через реку, то я три дня сюда добирался. А потому, как через реку теперь путь закрыт, то если в отход до первого населённого пункта, почти неделю пути, не всякий выдержит. Старик замолчал и снова посмотрел на окруживших его людей. Даже не унывающий добрюха и насмешливый бородин были озадачены. Да, если учитывать, что с нами женщины, то вряд ли мы осилим этот путь, сказал адвокат Вебер, взглянув на свои ботинки. Так оно и есть, соколики. Старик с сочувствием посмотрел на непрошенных гостей своего потенциального жилища. Понятно. Лященко вздохнул. Надо думать, как дальше поступим. Возможно, кто-то из нас, наиболее подготовленных, отправится в путь, чтобы помощь вызвать. Остальные останутся здесь. А что, если не дойдут? Спросил адвокат, который совершенно не надеялся на свои силы. По комплекции он был довольно точным человеком. Они чем-то были схожи с Натальей Львовной. Но если Николай Дмитриевич не откажется вывезти нас отсюда, то двое из нас вполне могут с ним отправиться. Погоди ты, мил человек. Пришелец махнул рукой. Куда ты хочешь меня отправить? Обратно? Так я только что пришел. Обратно мне пока не под силу. Я ведь не молоденький уже. Мне уже шестьдесят семь годов. Дай хоть передохнуть. Всего-то шестьдесят семь? Бородин усмехнулся. Да тебе еще жениться можно. Шутит вздумал. Отженился я. Лещенко взглянул на Бородина. Дав понять, чтобы тот не мешал. Да что вы, Николай Дмитриевич. Разве я гоню? Спросил Олег. То, что вы появились здесь, это уже удача. Мы ведь тут как дети малые. Никто толком с тайгой не знаком. Вот только мы продукты ваши немного подсократили. Да уж понял. Это я на все лето привез. Зимой еще. А на саночках еще снег прихватил. Разгружайте. Не морить же вас голодом. А сколько вас народу-то? Два пилота и восемь пассажиров. Десять человек. О, ну целый отряд. Гляжу, и топор мой нашли. Извини, дед, сказал Добрюха. Да мишка дырявый, холодно. Хотели хоть ветками утеплить. Успеем еще. Ну что ж, пойдем глянем, как вы там устроились. Часа через два, передохнув и сообразив нехитрую похлебку, хозяин скита, так теперь называли незваные гости путника, появившегося столь неожиданно для всех, отправился к обрыву, куда свалился вертолет. Все пошли, а мы чего-то сидим. Хватилась Наталья Львовна. Ну, если вам так сильно хочется ноги бить, то пойдемте. Согласилась Анна. Хотя особого желания не испытываю снова смотреть, как он там валяется. Как подумаю, что и мы могли туда свалиться. Как-то потряхивает от этой мысли. Ну а что такого? Давайте сходим. Настя быстро накинула курточку, оставив непокрытой голову. Капюшон хоть накинь, просквозит, заметила Анна. Мне не холодно. Снег буквально за сутки уже прилично подтаял. Идти было гораздо легче. К тому же солнечная погода преобразила местность. Вдалеке виднелись отруги гор, напоминающие снежные волны. Бывает, что и летом на них лежит снег, а внизу изумрудом рассыпается тайга. Настя немного отстала. Обувь у нее, конечно, не для прогулок. Да и кто же знал, что вместо тротуара придется прогуливаться по непроходимой тайге. Она смотрела вниз, чтобы не споткнуться, и чуть не столкнулась с Андреем. Вахтовик протянул руку. Держись, чтобы не упасть. И эта протянутая рука, кажется, обрадовала ее больше, чем появление незнакомца в их стихийном лагере. Спасибо. Когда нас заберут отсюда, я обязательно скажу папе, что ты меня спасал. Он отблагодарит. Андрей отдернул руку. Ты так сказала, как будто я премию себе зарабатываю. Не знаю твоего папу и знать не хочу. Ой, извини, я не хотела. Ну, правда, не хотела тебя обидеть. И вообще, другое имела в виду. И ведь на самом деле, ты ведь меня спасал тогда в вертолете. Ну и что, я денежной компенсации не жду. Помог, да и все. Ну, подожди. Можно я буду за тебя держаться? Попросила Настя. Андрей снова подал ей руку. Первыми к обрыву подошли Бородин и Лощенко. А стальные цепочкой подтягивались один за другим. Даже Наталья Львовна, запыхавшись, присоединилась ко всем. Интересно, а вертолет заметно сверху? Спросил Андрей. Такое место, что уже сомневаюсь. Могут и не заметить. Сказал Вахрушев. Николай Дмитриевич с удивлением и даже с растерянностью смотрел вниз, пытаясь осмыслить случившееся. Потом он посмотрел на крохотную площадку, куда Лощенко умудрился посадить вертолет. Да как же это можно? Тут ведь и воробью места мало. Как же высоколики приземлили-то его? Олег передернул плечами. Скорее всего, это было что-то нервное, хотя вряд ли его можно было упрекнуть в нервозности. Видимо, по происшествии суток он вновь пережил происшедшее. Ну, будем считать, что повезло. Он посмотрел на второго пилота. Да тут одного везения мало. Хоть я и по земле всю жизнь хожу, а такую работу сразу замечу. Вы же соколики, спасли всех до единого. Пассажиры молчали, впервые за эти сутки осознавая, что пилоты совершили невозможное. Бородин первый нарушил волчание, обратившись к Вахрушеву и Ощенко. Мужики, что-то мы упустили этот момент. Растерялись вчера. Слишком неожиданно было одним махом с небес на землю, да еще в тайгу. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В общем, наше вам сердечное. И он, поклонившись, начал хлопать в ладоши. К нему присоединились остальные. Первым пожал руку Бородин. Спасибо, мужики. Да и в самом деле профессионалы. Протянул руку народный депутат Павел Валентинович Угловой. Следом адвокат Владимир Робертович Вебер. Да ладно, смутился Олег. Посадили машину, это полдела. Теперь надо вместе держаться. Надо не забывать костер разводить, чтобы дым шел. Может, нас заметят. И вдруг Настя крикнула. Смотрите, там далеко что-то летит. Да, похоже на вертолет, но это очень далеко, предположил Вахрушев. Ура, ура, нас ищут! Крикнула Настя. Нас скоро найдут. Они все стояли, устремив взгляды ввысь, в надежде, что приблизится это что-то. То ли вертолет, то ли самолет. Но замаячившая на небосклоне точка вскоре растворилась. Все побрели к месту своего временного пристанища. К вечеру поднялся ветер. Как бы снова снега не надуло, заметил Николай Дмитриевич. Успев заткнуть дыры и набросать деловых веток, прикрыв куртками, расположились поближе к печке, прислушиваясь к звукам тайги. — Митрич, а я так и не понял, чего ты сюда подался? — спросил Игорь Артемьевич. — Нет, мы, конечно, рады, что еще одна живая душа к нам забрела, да еще ружьишка имеется. Но в такую глушь... Зачем тебе это? — А тебе какая разница? — сказал ведь, жить пришел. А то среди людей как-то слишком суетно. — Так и здесь люди, — рассмеялся певец Машковский, который в основном молчал, переживая за свои голосовые связки. — Я вот никогда бы не подумал, что вместо сцены окажусь в тайге. Да, родители рассказывали, они у меня всю жизнь в самодеятельности. Так по молодости даже на БАМ ездили выступать, по разным стройкам мотались. Но понятно, время такое было. А вот меня занесло сюда чисто случайно. И зачем я согласился? Всех денег все равно не заработаешь. Лучше бы я женился. — Михаил, так что ты не женатый? — удивился депутат. — Известный, успешный при деньгах и не женат? — Да, представьте себе, не женат. Первый раз женился в молодости. Развился, потом вообще не собирался. А потом встретил ее. Она терпеливая, столько лет ждет. А мне казалось, куда торопиться. Мне и так все устраивает. А вот теперь сижу тут в избушке дырявой. За стенами ветер шумит. И тайга вековая кругом. И вот думаю, самое полезное, что можно сделать, это осчастливить Олю. Ну и себя, конечно. И это я только сейчас понял. Эх, выбраться бы отсюда. — Вот как жизнь-то тебя крутанула. Жениться решился. Хозяин уважительно посмотрел на Машковского. — Митрич, ты зубы не заговаривай. Я тебя спросил, зачем в такую глушь от людей прятаться? Бородин вернулся к прежнему разговору. — Тут все свои. Давай, признавайся. Мокруха, поди на тебе. — Игорь Артемьевич, что за слова такие? Наталья Львовна испуганно поежилась. Аж не по себе. — А вы что, не знаете, что такое мокрое дело? — с усмешкой спросил Бородин. Митрич нисколько не смутился, а спокойно ответил. — У меня из мокрых дел. Два зайца да один волк. — Волк? Да ну! Андрей Добрюха даже подпрыгнул. — А когда это было? Напал, что ли, волк на вас? — Да вот в прошлую зиму. Я ведь на Атшибе в деревне живу. Жил. Ну, в общем, пришли они. Там еще километров десять от деревни. Отделился от людей я. Ну, и пришлось защищаться. Все с любопытством слушали Митрича и не сразу заметили, что плачет Настя. И только когда все обратили на нее внимание, не понимая, в чем этот раз вызваны слезы, девушка, вытирая лицо, пропормотала. Зайчиков жалко. — Да что ты, детка, не плачь. Митрич не ожидал, что расстроит своим невинным признанием хрупкую девушку. Давно это было. Немного баловался охотой. Анна обняла Настю и шепнула ей. — Дуреха, как выживать-то будем? Ты, наверное, еще не соскучилась по мясу. А если Николай Дмитриевич уделает какую-нибудь зверушку, снова будешь плакать? — Буду. Жалко зверушек. — Ага, зайчика значит жалко, а волка не жалко, — рассмеялся Павел Валентинович. — И волка жалко, — призналась девушка. — И вообще, я буду только рыбу есть. — Ну, это мы уже поняли. Будем тебе хариуса ловить, — успокоил Бородин и снова обратился к Митричу. — Вот скажи нам, а почему ты не в деревне жил? Давно ты так скитаешься? — Не скитаюсь я вовсе. Просто жил на отшибе. — А теперь вот решил отшельником стать. — Да, тут вы гости нежданные. Так что в душу мне, мил человек, не лезь. Все равно там ничего не увидишь. Пока я сам не захочу открыться. И заруби себе на носу. Я не душегубец. Мирный я. — Ну ладно, Игорь Артемьевич. Чего ты пристал к человеку? — Скажи спасибо, что Николай Дмитриевич разделил нашу участь. С раздражением сказал Олег. — Командир, я понял. — Кивнул Бородин. — Может, я не с того человека начал. — Дмитриевич так нашей аварии никаким боком. А вот было бы интересно поразмышлять, на кого все-таки покушались. Вертолют-то не случайно неисправным оказался. Кто-то хорошо поработал. — Вы все-таки думаете, что это заказное? — спросила Анна, по-прежнему обнимая Настю и чувствуя, что девушки так спокойнее. Почти весь день она думала не о своем возлюбленном. Нет, Вадим, конечно, не выходил из головы. Но все же мысли о дочери занимали ее больше. И, может, именно поэтому она вдруг потянулась к Насте, которая первое время так ее раздражала. — Об этом все думают. — Подтверждаю, — сказал Владимир Робертович. — Кажется, я первым упомянул об этом еще вчера. — Ладно, тогда давайте вернемся к этому разговору. Тем более, что и в самом деле еще вчера хотели поговорить, — согласился первый пилот Олег Лещенко. — Павел Валентинович, как насчет вас? — спросил он. — Уж не обижайтесь, но кто его знает? Может, у вас враги были? — Дорогой вы наш Олег Иванович. Вы, конечно, первоклассный пилот, но насчет меня ошибаетесь. Поверьте, у меня рутинная работа. Заседания, протоколы, голоса, встречи с избирателями. — Вот-вот, — сказал адвокат Вебер. — Может, кого-то ненаруком обидели. — Что вы думаете, если я пообещал какой-нибудь бабушке воду в дом провести и вовремя не выполнил обещание, то она меня заказала? А заодно со мной и всех вас? — Помилуйте, это не тот случай. Он замолчал, и все тоже молчаливо смотрели на Павла Валентиновича. — Ну, если так хотите, могу рассказать о себе, — предложил он. — Раз такая ситуация, чего стесняться? — Валяй, депутат, вот тебе трибуна. Бородин хлопнул ладонью по деревянному потемневшему от времени столу, на котором подмигивала огоньком керосинка, привезенная Митричем. Сам деревенский вырос в деревне. Первый раз влюбился после армии. Красавица была. Бегал я за ней. Хоть и говорили все, что не выйдет за меня. Но я добился своего. Согласилась. Поженились. И я перед ней на полусогнутых. Как будто одолжение мне сделала, когда замуж вышла. В общем, пылинки с нее сдувал. А она через полгода ушла от меня. Но все. Думал, земля остановилась. Будущего не вижу. Кое-как пережил. Успокоился только тогда, когда она замуж вышла. Уехал в город. Устроился на завод. И как-то оно пошло у меня. В работу втянулся. Потом заочно поступил учиться. И все у меня получается. В гору идет. Вот только на женщин не смотрел. Хватило мне. А потом встретил Веру. Скромная такая девчонка, а за мной наблюдает. Понял я, что нравлюсь ей. Поженились. Уже четверть века вместе. Двое детей. Но первый брак подорвал меня. Решил я по-другому относиться. Как-то хладнокровнее, что ли. Всегда думал, что не стоит прогибаться. Не надо уступать. Что я хозяин. Как скажу, так и будет. Иногда слабинку хочется дать. А думаешь, а нет. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот так я считал. А сейчас сижу тут и думаю. Обнять бы Верочку свою. Да сказать ей все, что накопилось за многие годы. А особенно за эти сутки. Столько слов, которые еще не успел сказать. Павел Валентинович, вы еще скажете. Обязательно скажете. Наталья Львовна говорила сквозь слезы. Она посмотрела на всех. Мы ведь выберемся отсюда. Наталья Львовна. Да еще и двух суток не прошло. Время есть. Сказал Вахрушев. Ну, слушай, депутат. Рубанул так рубанул. Чуть слезу не прошибла. Признался Бородин. Да, получается, у нас у всех есть что сказать своим близким. С горечью заметила Анна. Продолжение следует.